Всем привет! С вами Владимир Здоров. Журнал Мото и WatchDS900X, которые все так долго ждали. Если вам кажется, что он похож на BMW, то вам не кажется. Моторчик ланзиновский BMW-шники собирают на этом заводе уже больше 10 лет. И этот моторчик собирается так же. Но, как в старом добром анекдоте, есть нюанс. У BMW этот моторчик развивает 105 сил, а здесь 95. Почему так получилось? Есть подозрение, что немцы не поделились электроникой с китайцами. Китайцы электронику сделали самостоятельно. Тем не менее, что дают? Дают классический тур эндуро на 21-м морде, на 17-м хвосте. Заводу у вас будет все. Первое, что у вас будет, это тормоза Brembo на 305 дисках. Ну, правда, не радиалочки. Но в рамках класса их достаточно. А еще у вас будет угловой Bosch, у вас будет Traction, тоже от этой компании. Еще у вас будет круиз-контроль, а еще у вас будет радар безопасности, который будет ловить машины мертвые звони и зажигать вам на зеркалах треугольнички. Все как на вольте. Кстати, реально работает. Но если у вас зажегся треугольник, то у меня для вас плохая новость. Вас машина догоняет на мотоцикле. А вам точно нужен мотоцикл? Ладно, продолжим. Еще у вас будет круиз-контроль, еще у вас будет подогрев сидения, подогрев ручек руля и штатный заводской регистратор, с морды который пишет. Будет у вас скромненький метровичек, регулируется седло 825 мм. Пока вариантов других по седлу нет. Что это означает? Означает это, что если вы ростом, например, 1,74 м и выше, то вам будет удобно. А если вы ростом 1,93 м, как я, например, то вам будет уже не так удобно. Сейчас покажу, о чем я говорю. Посмотрите на сгиб ноги. Для турендора перебор. И вот здесь уже такой запас. Ну, короче, максимум, что здесь возможно, это 2 метра, наверное. Метровичек, конечно, хотелось бы побольше. Классика жанра Type-C, USB, классическая зарядка, без ключевой доступ, но чтобы вы не расслаблялись. Если вам надо заправиться, это целый ритуал, вы достаете ключ. Вот такой вот красивый фирменный ключ. Дальше надо найти флажок. Открываем, открываем бак, закрываем. Неудобно? Да, неудобно. С другой стороны, на Ducati Multistrada точно так же в предыдущих генерациях. Вилочка у нас, вилочка, так нельзя говорить. Вилка, вилища, 43 мм. Upside down, перевертность и речь. Полностью регулируемая. Ход у нее 194 мм. Ход моноамортизатора 198 мм. Прям классический эндуро. Вы меня спросите, а что я вообще делал на треке? Показывал его возможности. Раз он там может, то на обычной дороге тем более может. Комфортный, большой, удобный. Защита мотора в стоке. Дуги вот эти мощные. В стоке бак 17,5 литров. Если вы агрессивны и крутите на все деньги, то будет 9 на 100. Соответственно, запас хода будет смешным. Но если вы настоящий пенсионер, то будет 6. В Китае у него есть доп-бак. Возможно, наши дилеры его привезут. А по финансам. 1 066 000 сток. Плюс 100 000 с тремя кофрами. По динамике 220 да. Крейсер 140-150 да. Вибрации 0. Рулежка классическая для такого формата. Ну, то есть, безусловно, чудо ждать не стоит. Он вальяжный. Такой размазанный. Но при всем при этом у него есть точность управления. И он, наверное, первый китаец, который абсолютно не то, что не дотягивает или близок европейцам. А в чем-то даже лучше, чем BMW. Потому что все, что я вам рассказал, на BMW не будет. А сам BMW, если вы вдруг очень захотите привезти, то будет он стоить 1,9. И как я вам его привезу, на сколько он будет серым, на сколько ваши деньги будут в безопасности, я не знаю. Здесь мы получаем то же самое плюс кучу опций на почти 900 000 дешевле. Из минусов. Двусторонний квикшифтер. Такой же никакой, как на BMW. Работать ужасно. Приспособиться к нему можно, но не должен так работать квикшифтер. Не должен создавать проблем. То есть он только работает в абсолютно гоночном режиме, на максимальном разгоде. В классической жизни никуда он не работает. Что бы я здесь поменял? Ну, вы знаете, наверное, ничего. Потому что все здесь хорошо. Меню понятное. Четыре режима работы двигателя. Rain, Enduro, Road и Sport. Если хотите похулиганить поездок на заднем, у вас только один вариант. В режиме Enduro можно отключить ABS и Traction. В других режимах нельзя. По отдельности нельзя. При этом на ABS включается грамотность только на хвосте. А на морде он не отключается. Это сделано ради вашей безопасности. Защита. Рука, кроме нас, естественно, традиционная. От дождя, от ветра. Но никак там, несерьезно, защита не назвать. Сразу хороший багажник. Сразу хорошие шины. Сразу хорошие тормоза. Сразу хорошая цена. 7-дивовый дисплей. Я не знаю. Честно говоря, мир изменился до такой степени, что... Пришла, наконец, альтернатива. Да, пока она только в этом классе. Пока она только одна. Но она уже есть. По массе. Для европейской спецификации заявлено 236 кг. Для российской 220 кг. Есть подозрения, что речь идет только о сухой массе, не о снаряженной. Но, вы знаете, не мешает. Нормально. Ну, в рамках жанра. Стандартная тема. Для кого этот мотоцикл подойдет? Да, для любого человека, которому нужен тур эндуро в таком формате. Поэтому, да, добро пожаловать в новый мир. В новом мире, где мы знаем теперь, что такое ваш DS900X. Нравится вам это или не нравится? Этот мир теперь такой. И это еще не все, как говорили в старых добрых 90-х. Потому что мой коллега Денис Понтеров, естественно, как всегда, знает про этот мотоцикл больше. Поэтому вот сейчас вы услышите историю про его кишочки, про двигатель и про другие железяки, про которые я вам не успел рассказать. Добрый день. У меня врезочка будет коротенькая про корни этого мотоцикла. Дело в том, что в Китае на заводе Лан Цин двигатели для мотоциклов BMW F850GS, F750GS и потом для 900-х XR-ов и просто R-ок делались с самого начала. То есть этот мотор никогда не был немецким. Он с самого начала делался на заводе Лан Цин. И как мне кажется, вместе с рамой, потому что рама здесь тоже уникальная. Обычно на 800-х стареньких гусях и на 700-х рама была сварена из стальных трубок. А на 850-м и 750-м раму варили из штамповок стальных, опять же. И эта технология, в принципе, ланциновская. Это не BMW-шная технология. Мне кажется, мотор уже в раме приходил в Германию, в Берлин на заводе. И там собирались эти мотоциклы. Так вот, пока выпускался 850-й гусь, Watch никак не мог в серию запустить свою 900-ку. Но в этом году был переход с 850-го гуся на 900-й. У него совершенно другая рама, немножечко другой дизайн. И старая рама 850-го гуся досталась этому мотоциклу вместе с новым мотором 900-кубовым. И Watch стал собирать этот мотоцикл уже для себя. Но, по сути, это двигатель BMW-шный. Его можно чинить BMW-шными деталями и наоборот. BMW-шные моторы можно чинить с деталями в пакетиках Lanchine Original Paths. Здесь по спецификации он очень похож на гуся 850-го. У него тоже 43-я вилка, но от другого производителя. Схожие характеристики. Схожий двигатель. Вообще все схожее. И даже по раме многие аксессуары, которые делались для гуся, сюда подойдут. Почему этот мотор развивает меньше, чем BMW-шный? Потому что при 900-х кубиках этот двигатель развивает столько же, сколько старый 850-й гусь. То есть 95 сил. Дело в том, что BMW не поделилась с Lanchine прошивкой под этот мотор. Lanchine сам делал прошивку под этот мотор. Видимо, они не стали делать очень раннее зажигание, чтобы не было детонации на плохом бензине. Они более-менее как-то подготовили мотор на работу на плохом 95-м бензине, либо на хорошем 92-м. И этот мотоцикл, он должен быть менее капризным, чем BMW и с чуть-чуть большим ресурсом за счет того, что у него меньше будет страдать мотор при езде на плохом топливе. А если вы куда-то ездите далеко, то ездить на плохом топливе вам иногда, к сожалению, придется. Идеального бензина, так чтобы он был во всех заправках страны, такого, к сожалению, не существует. Очень интересная стоимость этого мотоцикла, если посмотреть по европейскому рынку. В Италии Watch стоит 9980 евро, насколько я помню. А BMW 900 и GS в базовой комплектации стоят 14600. То есть там уже получается практически полуторакратная разница. Естественно, Watch получается дешевле, чем BMW. Но BMW будет при этом пустой, как барабан. И из того, что у Ваджа будет в базовой комплектации, в BMW вы не найдете заднего багажника, дуг передних, камер заднего вида отслеживания, камеры, которые пишут в телефон. На BMW при этом не будет, да там вообще практически ничего не будет, там ни датчиков давления не будет, круиз-контроля не будет. К сожалению, при полуторакратной разнице в цене, BMW будет пустой, а Watch будет уже в такой комплектации, в которой не стыдно будет сесть на него и поехать. Но если вам мало того, что здесь есть, есть версия Ваджа с боковыми ящиками, с алюминиевыми, два боковых, один центральный. Он стоит, конечно, подороже, чем этот мотоцикл. Но, тем не менее, она существует уже в заводском виде, и никаким гаишникам не придется доказывать, что у вас нештатное оборудование здесь. Все уже есть в штатном виде, вписанное в АТТС, и проблем с эксплуатацией этого мотоцикла не будет. И еще одно. Если мы итальянскую цену мотоцикла в евро умножим на сегодняшний курс, там 100.6, то мы получим разницу в цене этого мотоцикла в Италии и в России в 6,8%. У нас, к сожалению, чуть-чуть дороже, но у нас больше акциз, у нас больше ввозная пошлина, и, к сожалению, наши мотоциклы получаются дороже, чем итальянские, даже если они выходят из одного китайского завода. Такое вот у нас заградительное законодательство на те продукты, которые мы в своей стране, к сожалению, пока не делаем. Вот такой вот симпатичненький мотоцикл Водж. С вами был Денис Панферов. Будьте счастливы, а глобально за меня попрощается Владимир Владимирович Здоров. Из того, что вам еще нужно знать, моменты, которые я бы подкорректировал. Ну, во-первых, если вы решите удариться во все тяжкие и идти на реальный оффроуд, то как только вы даете до грязи, то вот эти вот накладочки резиновые вы с подножки так просто не снимете. Там два болта. Очень удобное решение, когда вы в грязи. Справедливости ранее надо сказать, что на последний Африке Твин такое же сомнительное решение. Когда резина просто вытаскивается, как на том же КТМ, это, конечно же, удобнее. Еще из нюансов. Впервые вижу китайца, у которого сразу правильные грамотные дуги. Для адептов демпфера рулевого. А он здесь есть. Да, есть. Но не регулируется, но, вы знаете, достаточно хорошо работает, его хватает. Теперь для адептов расскажите про свет. Рассказываю. Свет яркий, светодиодный. Лупит как надо быть. Хватает. Для адептов... А как сцепление? Мягко, хорошо работает. Для адептов защиты двигателя помощнее. Да, штатная, тухловато. Я бы такую защиту поменял на что-нибудь посерьезнее. Для тех, кому нужно в ящике рыбака сречь багаж. Завод, как я уже сказал, предлагает их за 100 рублей. Я бы здесь на автомаркете порыскал бы и подыскал что-нибудь подешевле, рублей за 50-60. Здесь все уже подготовлено. Но мне кажется, что все-таки мягкие сумки для такого класса мотоцикла предпочтительны. Мы вам обязательно покажем картинку, как грамотно спрятан маслофильтр. Реально грамотно. Он не спереди, а сбоку. Убить его будет довольно сложно. Еще интересное решение на вилке. Стоят винты сброса давления излишнего. Такие вещи обычно, как тюнинговые, ставятся на КТМ-овских вилках. Здесь они есть. Да, это не кнопка, но, по крайней мере, винты есть. Что тоже уже хорошо. Естественно, выпуск весь тяжеленный, огромный. Это у нас Евро-5. И плюс центральная подставка. Это все очень удобно и хорошо. Будь мотоцикл моим, и подставка, и выхлоп полностью все целиком отправились бы на свалку. Поставил бы что-то легкое, перепрошил. Пожертвовал бы удобством обслуживания цепи. Удобством ставления на центральную подставку. Но отбил бы килограммов так и так 8 точно. И вполне возможно, вернул бы те самые утерянные силы, которые есть на немце. Но подозреваю, что это сослагательные вещи. И если так кто-то и будет делать, то крайне незначительный процент будущих владельцев. В итоге, что у нас получилось? Бескамерка с датчиками давления, про которые я не рассказал. Кстати, очень удобно, хорошо работает. И вообще, в принципе, удобно, что под непрекращающиеся крики все пропало, и мы все умрем. Мы просто приходим в салон Watch и покупаем BMW. Только в два раза дешевле и с большим в несколько раз количеством опций. Начиная от радара и заканчивая подогревом. На чем надо китайцам поработать? Ну, с квикшифтером, да, прям проблема. Родовое наследие BMW. Да и, наверное, все. Все остальное они уже сделали. Предложили хорошую цену. Предложили гарантию. Предложили дилерству. Так, для понимания, эти мотоциклы уже все куплены. И прямо прийти в салон купить живой прямо сейчас, наверное, не получится. Ну, вот вроде как в июне, в августе, если вы сейчас денег дадите. Или просто обещать привезти партию. Потому что народ их хочет. И я прекрасно понимаю, почему. Как-то так. На этом все. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...